Приветствую вас! Мне бы хотелось обратить внимание на, как минимум, два важных, на мой взгляд, момента, которые вы раскрываете в своем сообщении. Первый момент, это то, что я специально начну с того, что вам будет наиболее близко. Это связано с тем, что все претензии вашего мужа, они продиктованы какой-то внешней реакцией, внешними обстоятельствами, внешними раздражителями. Условно говоря, что это значит? Внешний раздражитель, в данном случае, это не то, что вы называете причиной. То есть, вы говорите, вот там, уборка, зимная жизнь, прочее и так далее. Внешний раздражитель, это то, в данном случае, что провоцирует вашего мужа на такое поведение. И что это может быть? Еще предстоит выяснить, потому что это не очень понятно, что именно заставляет вашего мужчину так себя вести, с какого момента он начал так себя вести и так далее. Ну вот, вопрос момента, то есть, вопрос того, с какого происшествия, да, с каких обстоятельств человек меняет свое к вам отношение, Это момент очень важный. И, пожалуй, о нем и нужно сказать с самого начала. То есть, произошли некоторые обстоятельства в вашей жизни, которые спровоцировали вашего мужчину на то, чтобы он так себя начал вести. И, прежде чем говорить о том, как вам помочь, необходимо сперва подумать о том, с чего же все началось. С чего начались вот эти вот его претензии? Как так получилось, что они вообще стали возможными? И было ли так всегда? Думаю, что, скорее всего, вы скажете, что нет. Так было не всегда, а началось после, ну, после каких-то происшествий в вашей жизни. И вот с этими происшествиями в вашей жизни и нужно работать. Потому что, думаю я, что предъявляет мужчина к вам подобные претензии, ну, как бы, в качестве самостоятельных, вряд ли он бы стал с вами жить. Вряд ли он стал бы действительно, ну, находиться с вами и вряд ли он тогда бы с вами не развелся. Но раз не развелся, значит, что-то с вами его удерживает. И вот это что-то, все говоря, очень-очень для него важно. Раз он все равно до сих пор с вами. Это первый момент. Второй момент. Понимаете, какая ситуация? Вы говорите о тех вещах в своем сообщении, которые, ну, к сожалению, очень часто воспринимаются совершенно по-разному с двумя людьми. Для начала давайте попробуем просто определить что-то объективное в том, что вы пишете. Это то, что касается и грязи в квартире. Это то, что касается обновления продуктов в холодильнике и соответственно на столе. То есть, просите своего мужа здесь максимально, ну, максимально откровенно. Вот что для него вот это самое, как вы написали, большой ассортимент еды. То есть, он говорит, ассортимент еды маленький. Хорошо, говорите вы и спрашивайте у него, а что для тебя большой ассортимент еды. Чтобы он вам как можно более четко предоставил информацию о том, что для него идеал, есть ли он для него вообще этот идеал и, главное, можете ли вы его достичь. Это, собственно, что касается еды. Пожалуй, можно сказать примерно то же самое и то, что касается чистоты. То есть, что для него чистота, что для вас чистота. Там, если вы еще пишите, что уборка ежедневно, готовить, стараться каждый день новенькое. Знаете, готовить, стараться каждый день новенькое, это может отличаться от того, что мужчина для себя представляет в качестве, ну, в качестве большого ассортимента. То есть, вам нужно, скорее, у человека выяснить, а что же, собственно, ему нужно, чего он хочет, какие у него вообще предпочтения. И потом, когда вам будет с чем работать, если будет с чем работать, ну, вот тогда уже ему надо давать оценку. При этом, я достаточно хорошо понимаю, что вы находитесь внутри этой ситуации. И, находясь внутри этой ситуации, вам, конечно же, тяжело. Тяжело относиться, ну, например, объективно к тому, что происходит. Например, спокойно к тому, что происходит. Вам это сделать тяжело. По волне, вообще, глаза, понятным причинам. Причины, причины эти в том, что у вас дети, вам тяжело, а тут еще мужчина со своими не всегда понятными претензиями. Но, тем не менее, если вы хотите свою семью сохранить, то как-то договариваться, выяснять, пытаться слышать друг друга. Нужно, нужно. Без этого не получится как-либо наладить отношения. Вы, наверное, уже заметили, что я не трогаю в тему секса пока. Делаю я это специально, потому что с этим, с интимной сферой, ситуация всегда гораздо более деликатна. Дело в том, что вы пишете о том, что вы предоставляете мужчине интим, ну, вот, минимум два раза в неделю. Но вполне вероятно, что у него такие потребности, такие запросы и такой темперамент, который, вообще говоря, ну, выявляет недостаточность того, что вы можете ему дать в этом плане. И тогда вам нужно для себя определить, а можете ли вы дать ему что-то большее. Если можете, то дайте. Предварительно, конечно же, посмотреть на то, не несет ли это вреда для вас. Потому что, если вред вам есть и он откровенный, то тогда, конечно, это даже не рассматривается. Вам нужно, вам желательно услышать мужчину, услышать то, чего он хочет, понять это для себя. Потому что, пока, вы, по моему мнению, этого не сделали. И до тех пор, пока вы этого не сделаете, ну, к сожалению, могут быть у вас проблемы. Так был план. Понятно, чего мужчина хочет и пытаться дать ему это, это то, что вполне в ваших силах, по моему мнению. И это то, что нужно для начала, ну, какой-то деятельности, связанной с налаживанием ваших отношений. Дальше. А если мужчина не захочет никак вас, там, например, слушать, если мужчина ничего не назовет вас, ну, более-менее вменяемый, да, из того, что я сказал. То здесь, как я уже говорил, есть определенные проблемы, которые, скорее всего, имели место ранее. И из-за этого у вас уже такая ситуация. Далее, что касается фигуры, то здесь, опять же, ситуация такая. Если мужчине не нравится ваша фигура, то, в первую очередь, следует задать себе вопрос. А в какого момента это началось? Его претензии к вашей фигуре. Например, говорите вы, у меня несколько детей, и тут же сразу становится понятно, почему, возможно, у вас есть подобные ситуации. Ну, и здесь, либо вы занимаетесь физкультурой, чтобы вновь радовать мужчину своей фигурой, либо вы принимаете себя такой, какая вы есть, и разговариваете со своим мужем на тему того, чтобы он любил вас такой, и делал не фигурой. Либо вы пытаетесь понять, что кроется за его неприятием в вас. Может быть, это ревность к детям, может быть, это что-то еще. Не отталкивайте никакие варианты, возможно, абсолютно все. Дальше. Вы говорите о том, что вы не идеальны. И вообще говоря, это, ну, достаточно сильно бросается в глаза, то, что вы говорите подобную вещь. Смотрите, вы считаете себя не идеальной, и это большая проблема. Идеальности людей нет, но идеальность людей в том, что этой идеальности и быть не может. Если бы человек был идеальным, то он не был бы человеком. И отсюда несложный вывод. Обращайтесь. Вам нужно самой себя считать идеальным. Ну, по сути, напомнить себе, кто вы есть, а вы есть идеальная, как я уже говорил. И перестать сомневаться в этом. То есть, свои недостатки, если они у вас есть, воспринимать определенным, я бы сказал, правильным образом. Нужно уточнить, какой это образ. И здесь мы скажем так, что все недостатки делятся на две части. Это те недостатки, которые вы можете купировать, изменить, а исправить, сделать меньше. И вторые недостатки, это те, которые вы не можете изменить, и вам их нужно принять. Так же, это те недостатки, которые делают, собственно, вас тем человеком, которым вы являетесь. Если вы их уберете, эти недостатки, то, к сожалению, можно будет констатировать тот факт, что вы станете другой. И вряд ли это будет лучше для вас. Следующий важный момент касается того, что вы пишете, что опытный психолог способен помочь. Способен помочь как? Это, пожалуй, главный вопрос, который вам нужно задать в этом контексте. То есть, понимаете, помочь для того, чтобы вам помочь, нужно работать. Нужно работать с вами. Нужно работать, возможно, с вашим мужем. Нужно его желание что-то сделать. Нужно его желание что-то изменить. Если желание с его стороны нет, будет сложнее ему помочь. Но даже в этом случае, в случае отсутствия его желания, вполне реально сделать важную вещь. Вам поменять свою модель поведения. Другое дело, как вы рассчитываете эту работу проводить. Потому что, ну вот, если говорить о той работе, которая происходит сейчас, то есть, это просто общие какие-то моменты. Настоящая работа это та, когда вы вместе с психологом работаете на индивидуальной основе и прорабатываете все ваши возможные варианты. Другой вопрос, хотите ли вы этого. Потому что очень может быть, что вы этого не хотите или это подразумеваете только такую форму. Тогда она, конечно, будет менее эффективна. Знаете, мы же здесь не учитываем возможную реакцию вашего мужа. Ну вот, например, станете вы лучше о себе думать. Да, знаете, вы воспринимаете себя там, грубо говоря, идеально. Как он на это отреагирует? Что он будет делать? Это вопрос. И вопрос достаточно серьезный. И если вы к нему окажетесь неподготовлены, могут быть проблемы. А еще может быть, что ваше поведение, то новое поведение, которое у вас будет, окажется неэффективным. Ну, вы же хотите, чтобы оно было эффективным, верно? Тогда необходимо детально все разобрать. Далее, у вас есть дети. И очень важно, чтобы дети росли в атмосфере позитива. В атмосфере радости. В атмосфере спокойствия. В атмосфере тепла и уюта. И это значит, что когда вы делаете то, что делаете, то есть, когда вы выбираете работу психологом, вы действуете еще и в интересах своих детей. И от того, как вы отнесетесь к этой работе, зависит и будущее ваших детей. Это я без преувеличения называю вам перспективу. Потому что вы пишете, что муж раздражен вами. Вы раздражены своим мужем. Ну, в общем, на лицо тотальная взаимная неудовлетворенность друг другу. И непонимание друг друга, кстати говоря, которое проявляется в том, что вы пишете, раздражаясь то, что мыть не совсем понимает. Далее вы пишете не очень понятную вещь. Мыть не совсем понимает меня, но понимает меня в чем? Что вам тяжело с детьми. То есть, это следует понимать так, что он недостаточно внимания уделяет детям. Если так, то на это есть свои причины. Какие причины? Почему он так наступает? Всегда ли так было или что-то изменилось? В этом доне нужно разбираться. А вы достаточно мало предоставили информации о себе. На этом счет, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.